ЗАБИНФО.РУ. Первый информационный сайт Забайкальского края. Акция протеста водителей, обслуживающих маршруты городского общественного транспорта, продолжается. 1 апреля более трех сотен маршрутчиков остались без работы. Таким стал итог проведенного администрацией Читы в 2014 году конкурса на пассажирские перевозки по нескольким маршрутам. Администрация целенаправленно с 1 числа нас оставила без работы. В связи с этим был весь наш автопарк поставлен на базу. В данный момент администрация воспользовалась этим положением, не дав нам защититься в судах до конца. Потому что нами была привезена очень большая доказательная база, целенаправленно начинает выдавать договора именно господину Миняйла. Компания-перевозчик «Белгород» предпринимателя Сергея Кожевникова с 1 апреля приостановила обслуживание шести самых востребованных Читинских маршрутов. В их число вошли популярные среди жителей Большого острова Тройка, связывающий центр с Черновскими 19-й, а также 35-й, 37-й, 48-й и 61-й маршруты, которые обеспечивают транспортом жителей Смоленки, КСК, Засобки и соцгорода. Машины, получается, 25-го маршрута встали все окончательно. Ни одной машины на маршруте не работает в данный момент. Там работают машины господина Миняйла. Нам в работе отказали. Пассажиры будут страдать в любом случае. Перевозчик, который встал на наш маршрут, не знает ни специфики, ни манеры движения в потоке городском. Потому что в любом случае, даже при переходе на другой маршрут, по правилам перевозки пассажиров, назначается стажировка любого водителя. А тут взяли спонтанно, нашли водителей, нашли машины. Найте вам номера, трафареты, езжайте, работайте. Маршрутчики заявили, что предприниматель Артем Миняйла, а ныне депутат Гордумы Читы, предоставил на конкурс недостоверную информацию. Но, несмотря на это, выиграл его. И теперь диктует свои, по сути, драконовские условия. У меня своя собственная лицензия. Значит, эту лицензию никто не принимает со стороны товарища Миняйла, значит, или господина. Значит, я должен стать под его лицензию и платить ему деньги за то, что я под его лицензией работаю. Насколько мне известно, это варьируется примерно от 13 тысяч до 25. Значит, в СКР планируем подать заявление в прокуратуру, в кабинет президента в Москву. В общем, во все инстанции, где нас только могут услышать и понять нашу проблему, наше горе. 2 апреля к акции протеста присоединились водители маршрута номер 24, самого востребованного из тех, что связывают город с поселком Текстильщиков. Перевозчики поддержали требования коллег отменить результаты предыдущего конкурса. У вас никаких проблем на маршруте нет? Вы здесь приехали для чего? Поддержать коллег? Поддержать коллег. И как будете поддерживать? Мы будем постоянно всех поддерживать. Сколько машин приехало? Ну, машин, наверное, 30. То есть практически весь маршрут? Практически весь маршрут. Не практически, а весь маршрут. Завтра тоже приедете? Завтра тоже приедете. В итоге заполнить брешь в расписании маршрутных такси полностью ни администрации, ни выигравшим конкурс с перевозчиком так и не удалось. В первую очередь недостаток общественного транспорта ударил по рядовым пассажирам, которым пришлось подолгу ожидать на остановке нужную маршрутку, а порою даже рисковать жизнью. Сегодня позвонили знакомые, которые были там на конечке и рассказывают, что машина, которую с 48-го вчера сняли, газель, она сегодня загорелась на тройке. Из-под капота повалил черный дым. Все люди испугались, побежали в стороны, думали, что загорится, но как бы поспешили, быстро отреагировали и машину удалось спасти. Машины сейчас ходят с большим перегрузом. То есть, если пассажировместимость 13 мест, а не сайты 15 и 20, естественно, машины не выдерживают просто и ломаются. Существует правило, что проигравший конкурс предприниматель занимается пассажироперевозками еще пять дней после окончания действия договора. Пользуясь этим, некоторые водители Белгорода во второй половине дня 2 апреля вышли на свои маршруты. Однако это существенно накалило ситуацию на конечных остановках. Расскажите, как была на маршруте? На маршруте было все хорошо, пока, как говорится, гражданин Гожевников здесь вот не забил маршрут. Он сказал в новостях, то есть вчера по Альтесу, новости Чита, что у него нет документов на маршрут номер 3, так как он не выиграл конкурс. Это бы все услышали прекрасно. Кто может развязать этот непростой транспортный узел, пока непонятно. Участники событий уверены в своей правоте и ждут. Предприниматели справедливости, власти выгодного решения, водители зарплаты и уверенности в завтрашнем дне, а простые граждане маршрутку, которая, наконец-то, придет вовремя. Анна Хвостова, Алексей Будько. Специально для Забинфо.ру.